всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео называется без любви я ничто ноль без палочки а полное название если я знаю все тайны и имею всякое познание а не имею любви то я ничто ну или гимн любви апостола павла из 13 послания коринфянам которое многим известно но вдруг кто-то его никогда не читал или не слышал но кто слышал я думаю не лишним будет его перечитать переосмыслить подумать ну и запомнить вдруг вдруг освежить в памяти кто-то может даже будет воскрешать за эпиграф к этому видео я взял слова иисуса из евангелия от матфея 16 глава 26 стих какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою все можно приобрести что это душе есть не любовь какой выкуп даст человек за душу свою поводом для основания и основанием для записи этого видео было то что я последнее время в связи со всеми событиями в мире которые происходят в связи с расистской агрессии против украинского народа и возможно началом третьей мировой войны я стал много выкладывать записывай кладывать видео о последних временах об апокалипсисе все с этим связано и конечно за 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 это время бог немного открыл многое показал много я уразумел вот делюсь всем этим с вами но знаете когда вот и во всем этом разбираешься там все это по винтикам опять раскладываешь всю книгу откровения бог тебе все дает конечно же буквально просто вчера там сидела и у меня такая мысль что конечно все хорошо и многие ли все поймут что я вижу это надо иметь желание да все понимать и искать ковыряться трудиться слушать время своему посвящать и конечно же меня мысль такая естественно даже не не я не то что вспомнил апостола павла гимна сам да все время думаю какая все это конечно хорошо да но пусть он не знает точно когда там грубо говоря даже те же самые христиане там спорят когда там восхищение до великой скорби во время там где-то не и после такие как я утверждаю да если в человеке есть любовь то без разницы когда это восхищение их и действительно такие два христианина не должны ругаться и выяснять отношения если они принимают что бог есть любовь абсолютно совершенно и сами живут в этой любви ко всему божьему творению к природе к животным становясь веганами природе с хотите становясь зелеными как называют да гринписовцами к животным становясь веганами к духам не желая да даже дьяволу вечных мучений да и к людям естественно к людям одинаковы ко всем и к ближних ближним к родственникам обличая их и к врагам не противясь злу да и не убивая не мстяя им да вот и действительно если вы в этой любви исповедуете эту любовь проповедуете прежде живя этой любовью то без разницы ваше восхищение может быть когда угодно лично вы может завтра с утра не дожить вы можете сегодня ночью восхититься не даже до завтрашнего утра да но даже если речь идет о всеобщем восхищение церкви христовой невесты его жениха и христа то опять же какая разница когда она будет главное быть достойным будет она раньше в середине позже там великой скорби если в те есть любовь ты не прогадаешь если тебе нет любви все твои знания ты может быть наверняка уверен может даже то есть точные знания что да ну хорошо до великой скорби станет любви тебя это восхищение вообще не коснется восхищение будет праведных и не праведностью христовую а личной святости в любви к божьему творению потому что иисус все евангелие иисуса учил у нас об этом сама книга откровения нас учат этому да который в последнее время я так много говорю на канале еще один момент да мы все прекрасно знаем что хорошо неважно пусть даже восхищение будет и после великой скорби в чем я убежден да ну поживем еще тысячи лет со христом но концовки будет великий суд и воскресенье всеобщее всех людей на земле и будет великий суд по делам и кто любит кто любил да тем все равно будет со христом по правую руку все равно все с нами окажутся в небесное царство любовь спасает человека в любом случае до что он что дает христианину вера во христа это счастье просто знать бога лично это счастье как в книге крови не написано иметь блаженство то есть счастье первого воскресенья и тысячелетнего царства с богом любовь иисусом христом конечно это плюшки классные и именно христианин познав это просто пребывает на седьмом небе отчасти это так и есть да вот и в этой жизни у нее все хоть бог и всех любит и грешник помогает но мы все равно любим любящих побольше и те кто любит христа естественно господь так скажем по плоти больше любит до через своих детей проповедует своих через свою невесту и подмогает и всяческие чудеса творит это однозначно так скажем слышит лучше и и да хотя понятно есть бог бог есть абсолютная любовь вот так что вот так вот поэтому не имея любви вы знаете даже я я заметил я заметила вот знаете я вам подскажу такой козырь я даже самыми лютыми протестантами которые проповедуют что человек спасен по вере в иисуса христа и в его искупительную жертву плюс ничего вот даже таким когда я приводил вот этот вот гимн любви апостола павла ведь все все их не спасение по вере в иисуса христа и в искупительную жертву основывается в основном на посланиях апостола павла причем конечно же на избрачных местах на вырванных из контекста потому что то же самое павел все время учил о совершенстве в любви что только через это достигается спасение да ну естественно им удобно вырвать но даже когда я привожу эти слова апостола павла они умолкают это удивительно я когда первый раз это увидел потом еще несколько раз перепроверил на разных да я увидел что им нечего возразить я говорю ну а как же вот павел то пишет сейчас мы с вами почитаем что пишет павел несмотря на то что у меня такая была узкая тема и я уже объяснил почему я хотел даже думал один стих взять но знать как я не люблю вырывание из контекста 13 глава тоже вырванный контекст это вырованная глава из целого послания павла причем одного а их два очень больших как каринской церкви коринфянам но все-таки да его не зря так обозначили конечно у нее есть контекст целые главы целого послания вот ну его выделили в отдельную главу да поэтому здесь конечно контекста главы нет это есть вся глава она очень небольшая очень маленькая да поэтому ее так и сделали такую такую такой и хорошо назвали я с этим полностью согласен гимн любви очень прекрасное название этому месту этому отрывку вот ну я говорю хоть я и хотел как-то коротко вы знаете короткой не умею поэтому с вами все-таки у всех прочтем я прочту для вас и поделюсь своими мыслями убежден они будут вам полезны назидательны и отрадны в принципе она делится по картинкам всегда можете у меня проследить 1 2 3 4 5 и 6 6 таких маленьких слов своих маленьких проповедей я скажу они у павла делится как бы как мыслями такими да итак первое если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею ну я это мой серый текст кто знаком то чем я занимаюсь на сайте да все вся библия у меня есть на моем сайте я там свои ремарочки делаю они всегда серым текстом в скобочках сам если я говорю языками человеческими ангельскими о любви не имею то я пустозвон это же я добавляю ну павел дает образ медь звенящая или кимвал звучащий я такая картинка я когда-то слепил такой фарисей молящийся да и вы помните добрый самарянин причем там же прошел и священник мимо и диакон мимо прошел то есть служители даже церкви храмы читовой иудейского церкви иудейской да и только самарянин помог почему сказать своему врагу да потому что очевидно что тот который надо на дороге валялся был тот тоже евреем как раз как и евреи прошли мимо него да потому что как написано он шел из иерусалима подразумевает что все-таки это был брат им по плоти да вот и самарянин самарянин как и там угодно смаритянин разное есть выражение но суть одна да это человек который жил в самаре он вот помог почему помнить как помог да полностью человеку взял попечения и раны его там матер маслицем все омазал утешил его как мог посадил на своего ослика отвез в больницу заплатил за все его лечение и сказал что если даже больше нужно будет для и сдержать его лечение он на обратном пути все возместит вот такой был поступок да и вот как иисус говорил но на каждом углу до становится и молится поэтому если я говорю языками человеческими и ангельскими даже языками чтоб я там не бормотал на каких только языках их там протестанты любят всю эту чепуху если любви не имею то я ничто ноль абсолютный удивительно а как спасение по вере я вот когда я говорю вот кто если будет протестантами вот на такой мотив будет будет им проповедовать истину о том что человек достигает гражданство тысячелетнего царства и потом царство небесного со христом тысячелетним царство христом на земле только совершенством в любви к божьему творению природе животным к духом и к людям приводите им всегда в пример это это послание эти места следующее то благодаря чему и это видео я записывал если я имею дар пророчества я пророк я знаю будущее мне открыто будущее я могу я возвещаю вам это будущее и знаю все тайны для такой пророк я я я ку бог я все тайны знаю имею всякое познание здесь я пишу бога пусто слове есть богословия знание бога ведение бога и иоанн богослов прямо писал любящий познал бога не любящий не знает бога и всю веру так что и горы могу переставлять я протестанту прямо задаю вопросы гору можешь переставить а тут человек может павел бы что если я даже могу я гор я веру такую я могу горы двигать воды раступаются передо мной а не имею любви я ничто ноль я особенно и знаете один пастырь мне недавно попался он есть на ю тубе я не знаю кто-то догадывается уже о ком я говорю я так имя имя не очень хочется называть всегда людей обижать у нее прям прям знаете вот он такую фразу выработал я такого я конечно это знал в длинном варианте но ту 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 дьявольскую фразу которую он произносит что суть евангелия это вера в искупитель в его христа его искупительную жертву плюс ничего меня просто убила я не мог поверить что я это слышу собственными глазами он это и называет он это евангелие благодатью и об этом он говорит в каждом видео более того пусть не меня прямо на таких как я называет проповедниками тьмы да потому что мы проповедуем спасение по святой жизни не по количеству добрых дел что они сами придумали чтобы уничижать учение о спасении святой жизни бог не количество дел судит один одному столько в жизни отведено пожить и и с такими возможностями с такими дарами кто-то иной жизнью живет дело не в количестве дел а в жизни святой или или грешный добрый или злой за это существо человек когда иисус говорил по делам он не произнес слово количество дел по делам какие у тебя были совершены не по количеству тот кто дал тысячу рублей от своей десяти тысяч на зарплаты и тот кто дал миллион от 10 миллионов своего дохода бизнесмен у них одинаковое сердце они отдали десятую часть за десятину еще но вы поняли да ну пусть там пять миллионов пять тысяч отдал от десяти тысяч и 5 миллионов от десяти миллионов бизнесмен заработанных у них одинаковое сердце они половину отдали от того что сами зарабатывают более того тот кто отдал пять от десяти у него еще больше сердца то что на пять миллионов знаете человек может прожить еще как пожить ну как скажешь для меня леонера ты это у него там растраты другие соответственно и расходы все эти да но все-таки жизнь их отличается поэтому даже тот кто отдал пять от десяти тысяч его сердце больше он способен на большую жертву в коэффициентном понимании возможно что это тому надо было девять миллионов отдать чтобы пожить на миллион который не почти весь разойдется на какие-то там коммунальные расходы очень большие для жизни так у него много останется то есть как у этого 5000 заметьте что пишет апостол павел он не говорит там ну как бы ну да как бы там ну нет любви ну ладно там все равно спасен по вере ничего ноль ничто тебя не существует просто в бытие кому-то сделал добро я просто не существует ты ноль без палки ноль это это не это не существование вот я не что он говорит 0 тебя нету кто тебя вот как понять есть человек или нет но все что-то делает это все в мире вот ты ничего не делаешь тебя в мире просто никто кто мы мы друг друга ощущаем когда мы друг другом с как соприкасаемся неважно вот прям ручками дотронулись вдалеке увидели от мы считай тоже соприкоснулись я кого-то увидела обрадовался там хороший человек красивый кто же радостно как мы природу видим не обязательно купаться в речке достаточно и созерцать мы тоже получаем удовольствие какое соприкосновение мы как-то в жизни взаимодействуем и доставляем друг другу что какие-то радости в этом есть любовь а вот я ничто если если все это есть даже веру который гору переставлять все знаниями все пророчества всю книгу откровения понимаю пророка даниила все евангелие да все понимать все знаю любви во мне нет я не живу в творение добра все всему божьему творению я ноль просто ноль меня просто не существует никому от меня хорошо не полунин не получается я никому не делаю никому не доставляю радость удовольствие через это радость второй раз заметь загибаем пальцы раз павел говорит раз да что он ничто второй раз без любви не важно что ты этих языках ты говоришь чё-то понимаешь если в тебе нет любви ты 0 3 если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение а любви не имею нет ни в том ни какой пользы слушайте когда вот мы тогда читаем быстро евангелие новый завет там послание апостола в библию как тут все пролисты но так быстро вздумайтесь неужели вот этих трех при двух или трех свидетелях есть всякое слово вы знаете библейский закон библейский принцип да и жизни самой павел три раза говорит об одном и том же в разных образах вы помните мою формулу которую я вам ношу просто частенько если а равно б б равно c то я равно c упало в правом столбике нет нет мне никакой пользы нет толку я никто я ничто когда когда чё бы я не делал на каких бы языках не говорил если это никому пользы от этого нет какие бы тайны я и все это не понимал будущее не предсказывал если даже тело моё раздам все имение я в скобочках так и говорю в дар богу через религиозников я имею ввиду что-то какую жертву принесешь как иисус колоса скал пойти папа все отдать нет он говорит паде ира продай менее раздай нищим нуждающимся кому действительно нужна это любовь папа и не помирают с голоду да найдутся какую дурную бабу бабушку который обдерут пойди раздай нуждающимся реально монахи те же самые до сюда в эту категорию про по подходит тоже ты все раздал ушел в монастырь для чего-то ушел молит спаститься богу лоб в кровь разбивать каждый день а пол для чего там кричать ты тёта все знают как кто в монастырях бывал знает как там бывал конечно не внешне я имею да на святые мощи созерцать и любоваться ездила действительно может быть ездил пожил там немножко тот знает как там строгая матушка или псих батюшка там библии во всех кидается да что толку то то что ты раздал все имение с какой целью ты это сделал да иисус предлагал раздать имение вы заметите ключ павел что противоречит иисусу ведь павел так и говорил раздай по павел горит если раздам то никакой пользы нет при каком условии с кому раздашь то принесешь кому чтобы к тебе да там тот относился хорошо может сказать купишь кого-то за эти деньги да какая цель то если любить если если цель была любовь да если ты раздал это чтобы всех нещих накормить ну хорошо а если раздал чтобы монастырь свалить молиться поститься и все это к ногам положил этого игумена там чтобы он к тебе хорошо относился заодно да порой пару лимончиков ему принес в рублевом или в долларовом эквиваленте и сразу там на хорошем месте будешь монастыре да какая цель того что ты все раздал отдам тело мое на сожжение я на иллюстрации изобразил не не нужно было бы какой-то и изжигание еретиков иллюстрацию добавить такие естественные есть в архиве да но я всем напоминаю всегда что вообще-то вообще-то с иисусом висела два разбойника распятым был среди разбойников и вообще-то участь обоих что по леву что по праву была незавидная оба бы они где оказались в гиене огненной и лишь покаяние одного дало ему второй шанс жизни начать все с нуля это есть символ рая это не царство небесное не царство божье даже это рай рай это нулевая планка тогда где был создан человек он покаялся да он еще не сотворил никаких дел покаяния он их сотворит куда отправился другой разбойник прямиком в гиену огненным можно идти за христом можно нести свой крест ведь они тоже несли сама казнь распятия на христе подозревала что от места вынесения приговора до места казни преступник заключенный или он может не преступник на неважно осужденный правильно уже не правда правильно сегодня это опускаем что это этот осужден несет этот самый крест на котором распинает ну или саму планку там обычно все думают прям мэтт гибсон снял что там иисус вот такой весь крест нес это конечно не обязательно так несли обычно планку и тоже привязывали вот так вот это горизонтальную и они это бревно сами понимаете бревно весит очень дерево очень тяжелая да кто 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 садоводы огорода тут меня поймет даже одна планка вот такая вот одно бревно если он там сантиметров 15 в диаметре 10-15 в диаметре наверное не меньше она была чтобы человека держала очень тяжелая тем более вот да там не столько было конечно смысл насилия чтобы это конечно символьно было ну и действительно она бревно то нелегкая женщин вообще не знаю как там если папа поднять такое вот мужчина может конечно смотрят мужчина зависит но все-таки бревно тяжелое да вот почему иисус то его нести не мог даже может быть это бревно но может быть конечно унес и целиком такой уже уже сколоченный крест но даже бревно для него могло быть непосильным кто знает потому что его предали его два раза предали наказанию за одно и то же так скажем деяние которую не совершал правда за богохульство осуждения его вот он был предан и так наказанию бичевания которые и так заканчивается 50 процентным летальным исходом да именно поэтому он уже не мог даже идти не то что там не стичь это он сам то уже с трудом конечно же шел тоже был жестоко избит поэтому конечно тут павел осажение сказал ну хороший образ а распятие да можно отдать тело свое на распятие ну правда конечно же справились ради мы скажем что разбойники не отдавали сами себя их поймали если иисус действительно сам себя отдал да то разбойники нет и конечно и поймали арестовали судили они не хотели быть распятыми но павел говорит что если я сам отдам то есть я сам раздам я сам отдам но мотивы бывают очень разные вы знаете очень хороший пример для ортодоксов православных католиков это живой пример как писались так называемых ничеть имени или жития святых посмотрите на первомученика стефан описанного поступок который речи которого описанная в 7 главе книги деяния апостолов посмотрите насколько она бога вдохновенная насколько она истинная насколько она любвеобильная и о чем она вообще говорит и как закончилась жизнь и и какими словами это 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 предание себя мученичества стефана который точно также со христом повторил что простим не ведут что творят и почитайте чете имене и жития святых которых по наклепали потом православная и католики которые там уже кричат да ты там царь будешь гнить в аду и прочие вещи да да бог тебя размажет папа по стенке там вы почитаете писал кто ее там есть такой дмитрий ростовский так называемый святитель да очень далекие от познания истины человек понятно какие он и жития накатал христа не видел не видел божью любовь не понимал ее не видел стефана да можно висеть можно да тебя будут враги распинать и ты будешь орать что да я-то я-то в раю да как как и вон путлер теперь со всей пропагандой и вся пропаганда за ним теперь как обезьяна повторяет они в рай и все сдохнут они в рай можно же до этого докатиться они что же отдаются они швить как все и все это евангельское извратили все тоже понавырывали понаприлепили что нет больше той любви да как из кто пойдет другим голову рубить нож если сам поляжет то вот вот все сдохнут да а уж кого не успел задушить но все равно он задушил меня я все равно в рай они все равно в аду хотя я первый пошел им бошки рубить чему все это может а любви ними есть любовь сейчас в расистах которые идут там на украине русский мир до устраивать конечно нет им тоже со всех амбвонов начиная с гундяева так называемого патриарха московского рпц да тоже кричит во все горло что вот вам все грехи прощены идите валите украинцев да и будьте в рай они отдают всю жизнь до им же расскажут они отдают продания это идут забирать они не отдают тоже это просто они бы не хотели это случайность он идет чужую забирать ну уж если уж и его забрали да то вот он сразу в рай они сдохнут нет в тебе нет никакой любви а значит нет никакой пользы мы сейчас узнаем что такое любовь да потому что апостолу павла который все это написал можно можно пойти не то что с автоматом да более того можно с креста как я надо было я немножко неправильно построил себя свое слово но я экспромтом кто знает я особо никаких сценариев не пишу вот но и стоп по страничке готовлюсь но я здесь без особых комментариев сегодня так это же это старый мне еще вот эти сети тексты которые мне подметки да то есть начать вот надо было как раз вот этих вот положителей головы своей за ближнего там на украинской земле закончить вот как раз так называемыми святыми православными вот одна одна из одной серии ну правда вот эти которые там идут свою голову уложить где-то там на украинской земле это вообще беда вот ну и вот такие живот святые которые там описаны понятно что дмитрий ростовский там понасочинял такой дури такой блевотины что не знаю читать вот это и читать будешь и блевать дальше опять вот кому все это нужно непонятно ну читают же живут же так назидаются это их не святые разве там похоже на иисус христа который с креста сказал господи прости им не ведут что творят разве это похоже на стефана который практически слово в слово повторил то что сказал его учитель иисус если бы точных быть быть точным при побиении камнями стефан сказал им следующую фразу и преклонив колени воскликнул громким голосом господи не в мини и греха этого практически и сказав это почил практически то же самое другими словами что иисус сказал на кресте о своих врагах о своих судьях о своих предателях о своих мучителях о своих убийцах о своих казнителях своих всех все недоброжелателях прости им ибо не ведут что творят ну или не в мини им греха фраза практически слово слово повторяет мысль уж точно но и практически обороты иисуса христа так что вот так вот можно 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 на кресте висеть да можно как там будучи как их там сжигали тоже естественно но павел почему написал потому что кто знает когда начались гонения особенно уже время тогда в империи как раз во времена после христа уже в римскую казнь уже любили не просто распинать там распинали просто привязывали к столбам и сжигали так называемый некий нейрон при котором все эти первые гонения на христианскую церковь уже среди язычников помимо иудеев проходили кто знает там как говорят историки что христиане христиан вечером поджигали в прям по улицам рима как факелы чтобы они вечером раньше не было электричества факелами освещали улиц но обычно такие обычные там палки у домов вставлялись вот как раз еще столбов наколачивали при привязывали и поджигали христиан чтобы они ими освещать улицы рима вот именно поэтому павел и здесь говорил да можно ты может тему даже сожгут если ты не познал истину если ты проклинаешь своих врагов как иисус сказал вам сказано люби ближнего и ненавидь врага своего а я говорю вам любите врага вашего если ты сжигают но ты не познал любви полноты любви желаешь своим врагам вечного ада нет тебе никакой пользы это ничего тебе не дало прораздать ты менее иру все тоже не просто так вспоминает что ж павел пишет о любви любовь долго терпит любовь милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится не бесчинствует расисты явно там этим занимается нищет своего не раздражается уж не ничего там да не мыслит зла не радуется неправде а наоборот любовь сорадуется истине все покрывает всему верит всего надеется все переносит это похоже на то чем сейчас расисты занимаются на украинской территории это они там долго терпит милосердствует не завидует таща унитазы унитазы вырывая из домов до не превозносится не гордятся вы послушайте речи пропагандистов и всех активистов там этих zz патриотов не бесчинствует не ищет своего любовь никогда не перестает здесь я картинку вам воскресшего христа показывал хотя и пророчества прекратятся к теме сегодняшнее видео которое явилось поводом для записи его это о том что я все знаю да любовь никогда не перестает хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут и знания упразднятся и пророчества и знания все мои тайны все мои языки на каких бы я не говорил человеческих или ангельских ибо мы отчасти знаем отчасти пророчествую когда же наш танец совершенная когда вах воскреснем во христе и будем с ним жить тысячу лет на земле а потом вечная вечно вечно вечном царстве тогда это все что было отчасти прекратится все эти пророчества которые знания которые мы с вами так называемые имеем да какие-то языки умолкнут то есть дары какие-то имеем неважно здесь павел там кратко и тут можно до бесконечности перечислять все это временное все это прекратится вечно только любовь смысл только в любви закон блага бытия это любите быть любимым вот и все вечно естественно добровольно когда я был младенцем по младенческий говорил по младенческий мыслил по младенческий рассуждал а как стал мужем то оставил младенческое теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицом к лицу теперь знаю я отчасти а тогда познаю подобно как я познан а теперь прибывают эти три вера надежда и любовь но любовь из них больше тут разные есть переводы цена дальние ну смысл сопоставить переводы да и вообще по контексту мы все понимаем что кто понимает благодаря контексту всего евангелия до истины которому открыто то вообще читается я разные переводы можете посмотреть то любовь превыше всего любовь важнее всего ну а по суть как мы видим любовь в общем-то и и и и и единственное что только есть вы знаете что своих проповедях постоянно говорю что вера вера это не добродетель это все отчасти это все младенческая все эти слова вы знаете я даже слова не могу употреблять они меня поперек горла еле вы хоть только для язычников и грешников о том что я верю там вечную жизнь я не верю я знаю да павел говорит конечно в полноте я познаю когда я обрету эту вечность плоти тоже плача смертно есть на мне некая рубашка до одежды животные в память о том грехе которые совершили прародители до чтобы осознать вкусить всю эту горечь смерти да но душа то я знаю что я вечен и тогда познаю подобно как я позна до вера да во что веру я ли в иисуса христа нет я не верю я знаю что он был что бог есть что этот бог есть любой что этот бог любовь имеет плоть всегда имел и всегда будет иметь он был прежде не был прежде было в рам во плоти до иисус так и себе сказал я если он всегда был есть и будет именно во плоти он всячески во всем духом своим он же имеет плоть по образу которого мы и созданы с вами мы боги и дети всевышнего все мы я по образу и подобию кого создан я похож на вселенную как там у буддистов на какую-то нескончаемую я капля растворюсь в этой в это нирване нет я не растворюсь никогда я всегда буду уникальная индивидуальная личность по образу и подобию бога на кого я похож когда иисус бог любовь явился бог любовь во плоти явился людям я убедился в этом что я человек бог создан по образу и подобию бога вера во что вера вера да даже в любовь временно потому что когда ты начинаешь сел ты веришь это как мировоззрение как учение кто что вера делал то что 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 ты верю в то что любовь делает меня счастливым и от богослов так и писал я всегда и напоминаю его эти вы знаете тоже слова что любовь божью или по-другому читаю то что бог есть любовь о чем он там тоже писал то можно эти стихи совмещать местами менять любовь божью или то что бог есть любовь мы познали в то и когда он там с небесным говорил а когда он что сделал а когда он положил за нас душу свою евангелие от и она вот так и писал что передавай нам слова иисуса что потому узнаешь ли до конца возлюбил вас потому что придам себя за вас чтобы вы знали что я возлюбил мир и вас да поэтому предаю совершает от великий поступок являя что я есть абсолютная совершенно любовь любовь божия то что бог есть любовь мы познали в том что он положил за нас душу свою а потому мы познали ее ян богослов пишет и уверовали в нее не в него а в нее я и апостолам не нужна была вера в иисуса они его как он начинает свое послание от первое мы горит о том что мы видели своими глазами слышали своими ушами осизали своими ручками ослове жизни а начальники жизни как петр дал прекрасное и и имя иисусу которым он есть по сути начальник жизни а вы начальника жизни убили в его первой проповеди он так и говорит я на богослову и всем ученикам христом не было нужды веровать в иисуса они увидели вера в иисуса это не добродетель иначе тогда первые ученики христа ей просто не обладали не могли ли ее достигнуть она для них про они не верили они его сози они его увидели своими глазами слышали своими ушами и трогали своими руками это не добродетель вера в иисуса это не добродетель она не делает меня ближе к богу она не делает меня даже дальше к богу а дальше от бога она ни капельки не может не приблизить не отдалить меня от бога если если через эту веру если через веру в него я не поверю в любовь ведь я говорю что у многих нам уже возмущение начало нарастать слушая мои слова а я строю свою проповедь точно как только что мы читали апостола павла если эта вера ничего никак меня не отдалит и не приблизит если поверив в иисуса во все евангелие я я не поверю в любовь тогда ничего мне это вера абсолютно не дает и не в искупительную жертву я должен поверить а в иисуса который бог есть любовь а значит и я его образ и подобие должен поступать как его ученики писали в этом мире так как он не верить в искупительную жертву я должен а поступать в этом мире так как он если он предал себя за нас той и мы написано должны поступать также только не за него себя придавать иисус передал себя не за праведникова загрешников а мы должны по его образу также придавать себя за грешников а не за праведника иисуса вы знаете я много раз говорил посмотрите на сейчас вот опять в этой же теме там сколько там православных попов во времена там советского гонения топили на баржах вы думаю их святые выдумали для них в царстве небесном будет нет они порожили самой порочной грязной жизнью Да, это опять к тому вопросу. Можно тело отдать свое насажение, это ничего не значит. Можно умереть за веру в Иисуса, завтра, если христианство станет гонимое вне закона. Вы знаете, многие, все равно такие протестанты, православные католики, за веру там умрут. Но только они умрут, они вон, сейчас идут на украинской земле умирать, завтра даже на них пойдут, они умрут. Да, у них автомат выдерни, ему к голове приставь, он скажет, да, я за Христа умру, за Христа. А что ты сюда пришел-то убивать ради Христа? А до него не доходит, что в одной главе это никак не должно складываться-то. Во Христе-то я и должен от любовь, любовь к грешникам. Любовь к грешникам. Правильная любовь к близким, к родственникам. Именно это пришел явить Иисус. Поголовки любящих любят и все грешники кладят, Иисус говорил. Многие ли готовы своим родственникам, близким, женам, мужьям, матерям, отцам, детям, дочерям и сынам проповедовать истину? Говорите об истине. Стоять в истине, несмотря на то, что они против тебя, враги домашние твои становятся. Об этом учил Иисус. О любви к врагам, которым ты не мстишь, не рубишь голову, но ты не боишься их и проповедуешь истину, обличаешь грех и беззаконников. Вот что принес Иисус. Вот как я должен жить, поступать в этом мире так, как он поступал, апостолы пишут. Для этого? Если вы страдаете за беззаконие, Петр писал, то вообще что вы? А если даже не за беззаконие, а пусть за добро вас обличают? Так Иисус нам первый показал пример, что так будет поступать со всеми. И мы должны точно так же себя явить, когда с нами будет творить беззаконие. Неужели так сложно все это понять? Что такое любовь? Павел, конечно, хорошо все сказал, красивые определения, эпитеты, долготерпит. Но как конкретно понять конкретным вещам? А что терпеть? Иисус разве терпел, когда его бесом называли? Нет. Он в ответ говорил, это вы дети дьявола. Потому что его, он говорит, вы за что меня бесом называете? За какое из добрых дел? А я вас называю бесом, потому что вы ищете убить меня. Я творю добро, а вы меня бесом называете. Я слепому от рождения дару зрения, вы говорите, что я бесноватый и силую князя Бесовского это делаю. Вы сговариваетесь, убить меня помышляете. За это я вас называю детьми дьявола, который был человек-убийцем от начала. Иисус долготерпит, никому никого не обличает, никому в глаза правду не говорит. Нет, говорит. Так что же такое любовь? Вы знаете, Иисус сказал одну фразу, в которой, казалось бы, все сказал. Я много лет сам ее не мог. Я понимал, читал, перечитывал, знал ее естественно и изусть. В жизни применял. Но на сто процентов она меня не заквашивала. Я все еще там, искал тоже вопросы, попрошал к Богу. Как и что? А вот здесь не пойму, как поступить. Вы знаете, настало время, меня как молния сразило. Переквасился я. Любовь – это никогда ничего не делает никому, чего бы ты не хотел себе. И наоборот, это есть покаяние. Вы знаете закон жизни, закон Евангелия. Покайся и створи плоды, достойные покаяния. И наоборот, всем и всегда делай то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. В этом весь закон и все пророки. И закон благо бытия, счастливой жизни. И Евангелие. Все. Зная это, и то, что мы свободны, и любовь, она кувалдой не вбивается, истинно. Она лишь является, она никому не доказывается. Насильно мил не будешь. Это закон жизни. Поэтому, естественно, свобода. Каждый абсолютно остается свободен, творит добро и зло. Ты можешь обличать слово. Но ты никогда не имеешь права взять кувалду и вбить в голову свою правду. Или разбить эту голову, которая не принимает правду. Естественно, все это очень легко рассматривается через призму вечности. Это обязательное условие любви. Понять. Если бы так все поступали, всегда и до скончания века. Если бы тренд был бы туда. Куда бы это? К чему бы это привело мой поступок? Пусть даже вот такой сегодня маленький. Пусть я там 10 копеек украл. Сегодня 10 копеек, и сегодня только ты. А завтра все и по миллиону. Куда, если это в вечность смотреть? Куда это все приведет, вот этот поступок? И наоборот. Если я сегодня обличаю всех там злодеев. Куда этот тренд приведет? К миру. А если я буду молчать? И каждый будет. Куда это приведет? К отьме. К войне. Элементарный закон. Меня очень часто, вы знаете, тоже в чем-нибудь обвиняют, как любого человека. Да это вот какая в тебе любовь. Ты меня заблокировал или еще что-то. Вы знаете, раньше я страдал, когда еще только учился жить, да, святой жизнью. Шел этим путем. Сначала смущался, да как же, правда. А потом я, конечно, всему этому научился. А хотел бы я, чтобы меня блокировали? Да, конечно. Имеет человек на это право, на свободу? Вот у него канал. Какую бы я ему правду матку не нес? Ну да, мне хочется, чтобы он услышал меня, потому что я считаю, что я несу истину. Вот ему тут пишу, подсказываю, а он меня берет и блокирует. Но он имеет на это право, да. Да, я люблю его, конечно. Я ему попытался сказать, да, я проявил свою любовь. Но он заблокировал меня отверху, ну хорошо. Я люблю его, что я ему кувалдой, как мне там бывает, долбится, сто аккаунтов поменяют. Да, я так делаю? Нет. Ну не хочешь, как Хисус сказал, зашел, сказал раз, да, сказал, зашел с миром. Да, мир дома сему. Раз истину сказал, принимает хорошо. Дальше идешь, дальше развиваешь, так скажем, в этом вопросе человеку несешь это. Нет, вышел отряд праха, пошел дальше. Любовь она не насилует. Хотел бы я, чтобы у него было право свободы, потому что помимо меня есть куча действительно психов, как и у меня есть. Да, у него есть свобода, он имеет право там блокировать, почему нет. Я ему желаю счастья. Хорошо, он сам в своем, он считает, что он со мной несчастлив, от меня избавишься, он будет счастлив. Я люблю его, да, пожалуйста. Я вот никому не тычу, как мне тычут, что ты блокируешь. Или что ты перестаешь общаться. Ну, я вижу, что ты грешник. Или так вот ты поступаешь, я считаю это неправильным. Я тебе об этом говорю, ты все равно продолжаешь поступать. Ну, а что? Ну, если ты так живешь, я так, у нас какое общение? О чем мы будем общаться? Ты трупажор, убийца, я веган. Ну, а что? Ты будешь продолжать резать, да, и пастить шашлычки, как ты ешь, а я пащу, как надо любить животных. Какое у нас общение? Ну, пожалуйста. Ты считаешь, что без меня тебе, да, я-то нехороший, вот, ну, пожалуйста, я просто отдаляюсь от тебя. Как Бог и сказал в судьях, уже скатившимся до дна еврейскому народу. Ну, пожалуйста, побудьте без меня и узнаете, что такое. Там есть прекрасное место, я очень люблю его вспоминать. Я оставлю вас, и вы узнаете, что значит быть без меня. Я живу по этому же сам принципу. Я никому не навязываюсь, кувалдой ничего не вбиваю. Я говорю, да, публично говорю, да. Ютуб, как и для любого человека, это, да, сам интернет общий и Ютуб в том числе. Но когда зашел на мой канал, это уже мой дом. Сам Ютуб дал мне определенные рычаги. Значит, он дал, значит, я имею право ими пользоваться. Все, мы все живем по этому закону. Ты имеешь право написать, и я имею право тебе заблокировать или нет. Тут сам Ютуб распределил функции, вот и все. Это в рамках любви, конечно. Это и сделано, чтобы я с ума не сходил. И так все вещи в жизни. Все очень проще. Поступай с другим так, как лучше поступай с тобой. Я хотел бы, чтобы от меня кто тоже огораживался, дав понять, что вот он тверд своим решением. Да, я считаю это правильно. Я считаю, что лучший человек будет, даже пусть он ошибается, но он искренен, знаете, он горячий, как вот в откровении сказано. Он не тепло-хладный. Пусть он в заблуждении, но он горячий. Точно такой же, как апостол Павел когда-то был. Пусть он был неправ. Он вместо того, чтобы действительно быть, да, познать истину, что делал. Гнал и убивал церковь Божия. Самих христиан, гнал самого Христа, как Иисус ему явившись, так и сказал, ты меня гонишь. Но он был горячим, у него было горячее сердце. На самом деле любве обильное, о чем он еще сам, правда, не до конца знал, да. Бог ему явился. И он из горячего гонителя церкви превратился в горячего проповедника церкви, потому что он горячий. И таких людей я люблю, да. Я хочу, чтобы со мной так же поступали, как я. Поэтому, когда меня укоряет, мне тяжело объяснить людям это. Я говорю, слушайте, да, пожалуйста, поступайте со мной так же. Я считаю, что это как раз любовь. Если ты в своем стоишь и считаешь, что вот это вот истина, так стой до конца. Пусть мы разными дорожками идем. Ты, может, там познаешь истину, покаешься. А может, я не прав. Наши дорожки еще сойдутся. Бог приведет и сведет. Но на сегодня, пожалуйста, краями. Я тебе ничего кувалды в голову не вбиваю. Ты мне. Раз поговорили в любви, может, даже подебатировали, как Иисус, с противящимся. Мы же не берем сабли в руки, головы по-настоящему не рубим. Ничего, как я все на словах говорю, ни сахарный не растаем. Это же видно из Евангелия. Иисус достаточно отвечал твердо. При родной маме в дверях, и братьях, и сестры, и друзьях там всех, родственников. Что сказал? Когда просили выйти к ним или их там позвать. Он провел пальцем по всем сидящим, указав на всех сидящих. Сказал, «Матерь моя, и братья мои, и сестры мои, те, кто исполняет волю Небесного Отца, те, кто любят, кто исполняет этот запах, кто живет в любви, тот не брат, и сестра, и матерь». Мама в дверях стоит, все прекрасно слышит. Это его не любовь к матери. Любовь. Она должна понять, что у любви нет никаких весов. Та же самая его мать. Дева Мария, так называемая. Мы должны познать совершенную любовь. Любовь ко всем одинаковую. Что мы все на земле, все ценные. Все сокровища, все жемчужины. Все, каждая молекула на земле прекрасна. Каждое животное, каждый человек, каждый дух. Мы уродливы только потому, что мы сейчас во зле. Когда человек меняется, он становится прекраснее всего на земле. Вся земля, то, что сколько сейчас... Сама из себя зла, так скажем, источаем. Проклята она за нас. То, что мы видим, все эти катаклизмы хищных животных и там прочие вещи. Духи злобы только по своей собственной воле совратились. Потому что имеют такую же свободу, как и люди. Но когда покаятся, будь светлее светлого. Вот и все. Вот что такое любовь. Все очень просто. В одном законе. В одной формуле. Любой поступок. Как бы я хотел, обладая свободой, а я ей обладаю. Ничто над вами не властен, Сус говорит. Даже когда у тебя будет шкуру с тебя сдирать. Убивать тебя. Прибивать гвоздями ко кресту. Сжигать. Ты остаешься свободен. Место, которое я сегодня вам вспоминал, из Матфея. Там Иисус об этом и говорит. Когда он рассказал Петру, какая судьба его ждет. Петр, вы помните, стал противоречить. Он сказал, отойди от меня. Богопротивник. Сатана. Противящийся истине. Повернувшись к ученикам и к народу, сказал. Кто хочет следовать за мной, отвергнись себя. Вот этих всех мыслей. Возьми крест свой. Следуй за мной. Куда следует за крестом? В ресторан? Да. Или куда? На премию Тефи. Крест несут на Голгофу. На который ты будешь распят. И смотри, с этого креста в ад не скатись. То все твои труды напрасны. Иисус сказал, претерпевший до конца спасется. Не вздумай на кресте возопить дьяволы-богохульники. Как раз надо говорить, пока ты не висишь. Как я поступаю по образу Иисуса Христа. Как Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Я всем то же самое говорю. А когда уж будешь висеть, яви жертвенную любовь. Это сейчас я тоже всех богохульниками называю, детьми дьявола. Когда уж мой час настанет, проявлю им к ним жертвенную любовь. Там уж поздно обличать их. Уже понятно, кто они есть, дети дьявола. Иисус их пытался обличить, когда они хотя бы этого не сделали. Когда они только помышляли. Он их только за это называл детьми дьявола. Высшей награды, в кавычках, нет. Высшего определения, звания человека. Быть чадом сатаны. За то, что они только помышляли его. Он их пытался вразуметь. Потому что, как Иисус сказал, неправильно толкуют его эти мысли, что посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. Дело не в мыслях, а в желаниях. Там не просто мысль даже была уже. Это все. Они положили его убить. Он говорит, ищите. Ищите, не можете. Потому что я там хожу неизвестно где. Не так просто меня найти. При народе боитесь схватить. Но вы положили уже в сердце свое. Огромная разница. Даже дурная мысль в голове, которая неизвестна по какой причине родившаяся. Или мое желание. Так что вот так вот. Прекрасная тоже фраза. Когда-то я ее где-то услышал. Тоже пару постов разных делал. Не гвозди держали Иисуса Христа на кресте. Любовь к людям делала это. Такое вот у меня сегодня к вам видео. Я своими словами еще в конце подытожу все-таки. Мне это мысль. Вчера это про то же самое познание. Сейчас все это много. Откровения там разбираю. Бог много мне, конечно, открывает. Я все это вижу. Не знаю, у кого там получится. Я, конечно, всем буду делиться. Многие ли все это способны размевать. Многие в Евангелие смотрят. Смотрят книгу, видят фигу. Я уже давно убедился. Но уж о любви-то надо понять. Это так просто. Можно сколько угодно там спорить. Куда это видение? О чем оно там? В какое место его пихнуть? Оно во времени или вне времени? Они там говорят о продолжительных событиях. Либо там о точке мгновения. Но ведь это. Ведь для познания истины, что Бог есть любовь, что любовь правит миром, и что она только дает счастье. У каждого человека есть все. Это глаза. Это ноздри. Это ушки. Это язычок с губками. И это ручки с ножками. Ударили. Ай-яй-яй. Больно. Этот человек меня не любит. Погладил. Кайфово. Он меня любит. Я как хочу. Чтобы меня били. Или меня гладили. Так поступай с другим так же. Каков возможен идеальный мир? Какой должен был в раю? И какой будет в Царстве Небесном? Это где у человека, вот, планка ноль. Планка рая, которая была. Никогда, Господь сказал, никогда не делай зла. Табу вообще. Тем более в раю. Никто не мог тебе сделать зла. Тебе не надо было проявлять жертвенную любовь. Это вот, точка. Возрастайте в любви. Возделывайте и храните рай. Любите, 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 любите. Мы что стали делать? Не любить, не любить, не любить. И спустились на дно ада. Конечно же. Из этого дна ада выбраться можно только теперь. Не просто любить. Любящих меня. Что надо было делать в раю. Теперь приходится любить врагов. Ну, ведь мы сами ими когда-то были для кого-то. Просто познали истину. И так заквашиваем. До нас дошло. Мы сами кого-то резали, убивали, насилили, грабили, обворовывали, ругали. Потом обычно сами встаем на это место, когда познаем истину. Потом нам. Ну, мы если им явим любовь, мы их заквасим. И так заквашивается мир. А если мы им не явим, мы убьем все. Занавес. Дело Христово продолжается его учениками. Не на словах, не на рассказках о Евангелии, о том, что Иисус за меня жертву принес, а поступая так же. Об этом говорили все апостолы Иисуса. Поступать в этом мире так, как он. О чем он и говорил им на прощальном ужине. Я для того сделал, там умыл в частности ноги, очередной жест любви вам показал, как надо поступать друг с другом. Там был конкретный, конечно, смысл. Чтобы вы потом, когда поймете, они про это не понимали, написали, что он делал, поступали так же. О том, чтобы мы шли по стопам его, писали все апостолы. Поступали в этом мире так, как он поступает, писали все апостолы. Являли в себе Христа, писали все апостолы. Даже до смерти и смерти мученической, неважно, на кресте, на костре, в тюрьме, любить даже до смерти и смерти крестной. И на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok